В полицию идут не самые успешные и сильные кадры. Такое бытущее в обществе мнение попросили прокомментировать первого заместителя главы МВД. Марат Кужаев с этим не согласился, привел свои аргументы. При этом сделал оговорку, что частные негативные случаи, конечно, бывают. Однако делать по ним общие выводы не стоит. Ну и в целом полицейский начальник напомнил, что в свои ряды они набирают людей из нашего общества, а не инопланетян. Плюс добавил, что, по его мнению, далеко не каждый человек выдержит условия работы, которым ежедневно подвержены полицейские. Что ж, мы решили это проверить. Ну давайте пока едем, познакомимся. Итак, нашими коллегами по смене стали капитаны полиции Ахатов и Жан Ахмед. И сколько она у вас будет длиться? Восемь часов до двенадцатой ночи. А сколько примерно вызовов бывает? Одиннадцать, девенадцать вызов. Первый пошел. Центр на связи. Перед крупным торгово-развлекательным центром на лавочке лежит мужчина. По всей видимости, нетрезвый. Алло, алло. Спаси. Какая разница? Доставили в отделение. Тем временем у кого-то доставка сорвалась. Отобрал сумку. Водитель машины только что отобрал сумку у курьера, который еду доставляет. Такие случаи еще бывают тоже. Ну а мы едем дальше. Следующая остановка – частный сектор. Разрушенное здание. Рядом двое молодых людей с пакетом. На просьбу показать документы начали демонстративно бросать их на землю. Далее, видимо, пустили в ход нецензурные выражения. После чего разговор был уже короткий. Первый заместитель министра внутренних дел на этой неделе говорил о том, что вот ваша работа подвержена психофизиологическим нагрузкам. И не каждый такую работу выдержит. Вот лично для вас что в вашей работе такого сложного? Сложно, когда задержанный или правонарушитель входит на личность, оскорбляет психологически. У вас это сейчас задевает до сих пор? Да, задевает, да. Неприятно, когда материть нетрезвый человек. Если там любого человека начнут бронить, да, матом благим крыть, то сразу тут же эмоции, а вам же нельзя, а вам же нужно сдерживаться. Как научились? Ну, нас учат на это. Первое время было сложно? Да, было сложно. А сейчас мы уже привыкли. Сейчас просто близко к сердцу не принимаем. Однако есть случаи, которые не принимать близко к сердцу не получается. Даже у полицейских с опытом. Приезжаем, отец избил свою жену перед детьми. Конечно, есть на службе и моменты, воспоминания которых и на этих серьезных, повидавших многое лицах вызывают улыбку. Вижу, что пропала маленькая девочка, три годика. Мы ее искали два часа и нашли во дворе. Ну, что почувствовали, когда вот два часа искали и потом вот увидели ее? Ну, это передать очень сложные слова. Интересно, что вскоре после этого рассказа на рацию поступил вызов. Нашлась девочка шести лет, без родителей. И ее на сленге полицейских тут же взяли на борт. Везем домой по адресу. Адрес знает девочка. По дороге в системе появилась информация о пропавшем ребенке с такими же данными. Колица дам был? Я, я. Сызну, казны, сбезда. Девочку с ветерком доставили домой. Так незаметно наступил вечер пятницы. Город запестрил огнями. Начинается самая жаркая пора, иронизируют полицейские. Тем временем мы. Мы с патрульными на смене примерно пять часов. Но такое ощущение, что намного дольше. Но вызовы продолжают поступать на рацию. На вызовах, где мы присутствовали, все было по протоколу. Забрали, привезли, оформили. Все фиксировалось на планшетах. Но ведь в обществе по-прежнему есть вопросы относительно прозрачности работы патрульных. И возможности, какие-то факты при желании не заметить или скрыть. Нам в прошлом году выдали видеорегистратор. Все онлайн фиксируют, записывают. И мы не можем его отключить. Даже не имеем права отключить. Если отключаем, сразу нам центр оперативного управления выходит. Причина. Нам нельзя в одном месте стоять более 25 минут. Ну, если 25 минут, то нам, наверное, уже пора ехать. Да, все уже пора. Поехали. А поехали мы, пожалуй, на самый популярный вызов патрульных после 22.00. Нарушение тишины. Заведение находится на первом этаже жилого дома. И по закону шуметь в позднее время здесь не имеют права. Мы покой потеряли. Еще 7 мая у них не работает вытяжка мангала. Она как трактор гудит. Могу включить сейчас. Сейчас время 23.00. До сих пор уснуть не может. Это на 6 этаже. У нас на 11 этаже ребенок 16 лет девочки. Она инвалид первой группы. У нее истерика, судороги начались. От шума она не может уснуть. Заявление оформили, штраф выписали. В администрации заведения обещали проблему решить. На этом наша смена закончилась. Съемочная группа, конечно, продержалась. Однако проводить в таком режиме еще один день не сильно хотелось. Не говоря уже о том, чтобы каждый. Все же, чтобы работа была не в тягость, а в радость, она должна быть призванием. Ну или хотя бы осознанным выбором. Юлия Лосеева, Этуган Багланов, Айджан Утасбаев. Грани.